Всем привет! Вы на канале Цветочное Счастье и сегодня приглашаю вас на обзор всех моих растений. Лето пролетело просто незаметно, от осени уже остался один месяц, но я до похолодания успела пристроить все свои растения. Кто-то находится в теплых условиях, кому-то по-прежнему комфортно в моей небольшой теплице. Кое-что даже уже стоит в рассадной комнате и в этом сезоне у меня появилась еще одна цветочная мастерская. Сейчас мы находимся в большой, а у меня теперь еще одна есть, она называется маленькая. В процессе ролика все подробно расскажу и покажу, какие растения. Немножко, как всегда, об уходе, что я делаю на данный момент. Ну и теперь будем с вами конец осени, всю зиму и начало весны встречаться вот в моих трех помещениях. Конечно, зимой теплица у меня будет пустая, скоро я и оттуда перенесу все цветочки, но в принципе постепенно, как я начинаю сохранять и размножать все мои растения, я снимаю ролики и вы их видите на всех моих каналах. Кому интересна такая тема, я приглашаю вас на просмотр. Сейчас в цветочной мастерской идет такой рабочий процесс, что-то я укореняю, что-то перечеренковываю, какие-то растения пересаживаю. И каждый раз здесь все может стоять по-новому. Летом, по факту, у меня работало только два вот этих стеллажа. Здесь есть растения, которые относятся больше к комнатным растениям, и я их садки вывешивала. И были такие маленькие черенки, которые я весной покупала. Ну и вот за лето тут тоже кое-что наросло. Давайте начнем с этого стеллажа. На верхней полочке находится вся моя коллекция крестовников. В течение лета я пересадила все в большой объем, ну и потихоньку здесь все растет. Да, крестовники растут не очень быстро, я уже в этом убедилась. Ну, в общем, процесс идет. Здесь основная часть посажена в 2 литра и 2 горшочка вот в 1 литре. Красову необходимо пересадить и дать побольше объем. На этой полочке находятся тоже некоторые виды крестовников. Традисканция ладьевидная, тоже медленно растущая, но она мне нравится, и вот за лето уже вот так наросло. Здесь пеларгония из моих новинок, это мне привозили в подарок, тоже необходимо пересадить. Также вот такой цианотис кьюзский тоже. Я весной покупала небольшим растением, там в одну вот такую веточку, и вот за лето вот так наросла. Очень красивое такое растение, поэтому хочу размножить. Также традисканция вот радужная горка. Маленькая-маленькая была, всего один черенок, но сейчас вот что-то тут наросло, и можно уже почеренковать. Вот такая традисканция пурпле плюш. Тоже когда получила, она такая была малышка. А сейчас за лето уже вот так отросла, можно срезать посадочный материал. Здесь тоже хлорофитумы стоят. Уже пора пересаживать. Вот я черенки срезала и поставила на укоренение. А большие хлорофитумы кудрявые не очень чувствовали себя в доме. В общем, я решила омолодить, пересадить, и заново буду выращивать. Ему тоже нужно создавать условия. На этой полочке находятся в основном маточные кустики некоторых растений. Но здесь альбифлора пинг. Вот в данном случае растет. Вот такие кашпо. Прекрасно после обрезки все наросло. Я обрезала, укореняла для осенних отправочек. Здесь все растет в трех литрах. Также у меня вот здесь мята. Тоже присылали, когда я выписывала какие-то растения, и прислали мяту в подарок. Ну, пересадить нужно. Аромат, конечно, потрясающий. Так, а на нижней полочке я на днях пересадила укорененные черенки альбифлоры вайт. Вот это старые маточные кустики. А это уже я сделала новенькие для размножения на весенний период времени. Тоже, когда черенковала на осенние отправки у меня. Ну, я специально себе оставила молоденькие растения. И вот пересадила вот в такие литровые горшочки. Где-то есть по одному. Я экспериментирую где-то по два. Вот. Ну, а здесь в основном вот здесь два. А здесь по три черенка высадила. Так, далее на этой полочке сейчас вот так выглядит петонья. У меня было видео на канале. Я показывала, как я пересаживаю уже черенки с корнями. Это вегетативная петонья фанфары вайт. Я показывала, что из объема 100-граммового стаканчика, но по факту там корневая система была наполовину, 50 грамм. Сразу пересаживала в большой объем пол-литра. Уже отличная корневая система. И вот растет мой маточный фонд для размножения. Здесь я размножаю вот такую варигатную лизимахию. Тоже я заказывала весной. Никак не хочет расти. Я уже перечеренковала. Вот вырастила новые черенки и укоренила. Вот два. Растет. Тоже потихоньку вот начинают появляться корешки. Так. Здесь немножко бегонии. Я все-таки решила, что бегонии в саду я больше выращивать не буду. Уже конкретно. Оставила вот немножко. Когда вытряхивала грунт, были клубни. И я их посадила. Уже здесь хорошая корневая система. Тут некоторые бегонии даже цветут. В общем, совсем штук, наверное, 6. А здесь у меня укореняются декоративно-лиственные бегонии. Я вот девочкам в телеграм-канал недавно показывала, что дома стало пропадать два сорта. Ну, от перелива не уследила. И я отломила листики, укореняла их в водичке. И уже обратила внимание, что хорошие корни наросли. И нужно пересаживать. Там даже были деточки. Ну, я пересадила вот буквально два дня назад. Ну, это мой первый опыт укоренения таким образом бегонии. Я потом, попозже поделюсь и расскажу, что у меня получилось. На этой полочке в основном мои новинки плектрантусов, которые я заказывала весной. Вот так прекрасно разросся. Название я вот сейчас не вспомню. Там подписаны. Вот такой вариагатный. Тоже буду черенковать и размножать. Плектрантус войлочный, по-моему, называется, если не ошибаюсь. Потом вот такой тоже. Но он очень хорошо, вот этот плектрантус, нарос. А потом как-то резко сбросил листочки. Ну, что-то, видимо, ему не понравилось. Ну, и вот сейчас заново начинает отрастать. Очень, конечно, медленно растет плектрантус мадагаскарский. Но он просто красавчик. Посмотрите, какие шикарные листья. Я еще ни одного черенка не срезала, не укореняла. Делала только прищипку для того, чтобы из черенка одного вырастить. Вот три. По факту у меня сейчас три череночка. Ну, нужно, конечно, срезать. И вот такой еще интересный плектрантус. Это дочь мне, сейчас покажу, принесла небольшой черенок. Я, ну, она его уже укорененным принесла. Сейчас вытащу. Я его пересадила. Посмотрите, как он интересно растет. Специально наблюдаю. Не прищипываю, не обрезаю. Хочу посмотреть, вот насколько способно растение само сформироваться. Очень красиво. Ну, пока отставлю. Одной рукой не очень удобно. Аромат, конечно, у каждого плектрантуса вот свой особенный. Вот так разрослась пилейка, которую я весной получала. Не знаю, зачем я ее заказала. Так, особого такого у меня нет, восторга от этого растения. Ну, такая интересненькая. Пусть будет. Красулы вот так подросли неплохо уже. Все так продолжают сидеть. Видите, после пересадки в одном литре. Вот. Ну, и дальше я наблюдаю, как пойдет. Нет, а вот здесь горшочек на 0,35. Ну, я так предполагаю, что пересаживать уже можно. Тоже долгое все лето пытаюсь размножить вот такой вербенник Миднайт Сан. Вот здесь уже череночки укорененные. Вот здесь тоже укоренились. Вот они с хорошей корневой. И я с них срезала еще несколько черенков и поставила на укоренение вот в такую тепличку. Уже девочкам тоже в Телеграм говорю, что все контейнеры заняты, все стеллажи парники заняты. И вот приходится уже укоренять вот в таких емкостях. Так. Ну, на следующей полочке тоже размножается у меня вот этот Плектрантус. Вот точно не помню название, не буду сейчас вас путать. Я вот черенки с него срезала, формировала костик. Вот отличные растения. Растут в принципе уже в пору пересадить и вот это все, так как очень быстро идет просыхание. Здесь я начеренковала немножко на ног. Вот тоже приспосабливаюсь, чтобы он хорошо рос и не было пятен на листочках. И вот черенки конгесты. Мне очень понравилось это растение. Она настолько была востребована у меня осенью. Вот и в принципе я почти все отправила себе. Я уже оставила на черенки и на формирование новых маточных кустов. Ну, а на нижней полочке вот стоят маточники. Это я обрезала будру зеленую. Вот она обрезала прям полностью, что даже не было ничего видно. И сейчас потихоньку она отрастает. И здесь вот мои новинки, которые я заказывала в Фуксии. Вот она красотка. К сожалению, сейчас название я даже теперь и сама не знаю. Потому что вот у кого я заказывала на горшочках, а были номера, но по каталогу они абсолютно не совпадают. Я даже там не нашла таких номеров. В общем, там какая-то была путаница. В общем, теперь когда зацветут, вот. Ну, вот это вроде как узнаваемо. Я уточню потом. Вот она цвела, уже давно цвела. Вот такая малышка, маленькая-маленькая. И вот такие потрясающие у нее цветочки. В общем, потом попозже, когда буду черенковать, еще раз буду просматривать. Ну, есть хороший посадочный материал. Прям неплохо они так наросли. Я, конечно, делала прищипку. Веду постоянную обработку от клеща. Мы все знаем, да, что подвержены Фуксии такому вредителю. Ну, в целом, все неплохо. Тему традисканции. Вот, вчера начала черенковать уже некоторые виды. Омолодила маточный куст застенчивой невесты тоже. Все-таки увидела, какая разница, когда растение росло на улице. Но оно у меня росло на площадке под притенением. И вот есть небольшой кустик, где традисканция росла здесь на стеллаже под лампами. Темно-такой изумрудный цвет. Ну, на разнице в температуре она, конечно, начинает проявлять свою потрясающую окрасочку. Вот, и я все-таки хочу на следующий сезон, я буду размножать как можно больше такой традисканции. Она реально красотка. Создам немножко другие условия. Ну, а потом посмотрим, что из этого получится. Начала черенковать тоже селамонтану, вот такую опушенную варигатную. Нарезала несколько черенков. Ну, у меня кустик небольшой, поэтому я в течение зимы буду все время нарезать, укоренять, чтобы было тоже побольше. Омолодила куст селамонтаны сильзой, вот такой опушенный маточный. Один выбросила, а один оставила. Ну, сначала думала, что буду пересаживать, давать больший объем, потом передумала. Я сформировала два маточных кустика. Тоже сняла подробный ролик на эту тему. За пять минут сразу вот такое большое кашпо. Ну, еще даже не успела убрать. Все, конечно, необходимо поставить под лампы. Сняла подробное видео, как я это делала. Скоро посмотрите. А с маточным кустиком решила, подсыпала немножко грунта, полила. И вот все, что новое отрастет, там очень много есть чему отрастать. Я заново перечеренкую, сформирую еще один кустик таким же способом. А этот маточный куст уже просто удалю. Ну, он у меня очень-очень давно. Так, ну, на столе вот так растет прекрасно альтернатера. Вот такая красотка. Но сразу скажу, вот такой цвет она проявляет только под лампами. Она у меня тоже все лето. Я себе оставила три растения после весенних отправок. Она здесь росла. Ну, когда уже просто перестала помещаться под лампы, я ее вот поставила сюда. Ну, и смотрю, что некоторые макушки окрашены. Ну, здесь окно. Да и свет у меня верхний. Ну, тоже необходимо вот так ее обрезать. Она и распушится, и что-то взять на черенки. Так, здесь бугенвилля. Вот такая красотка. Кто помнит, я с черенка выращивала маленькое-маленькое растение в прошлом году. Вот так она уже наросла. Я формирую на вот такую подставочку. Ну, это как от орхидеи у меня осталось. Дугообразная. И она вот периодически мне вот так цветы выдает. А я вот так вот ее накручиваю и прищепляю. А здесь у меня была лидия фуксия. Такая она как бы полу... Ну, больше кустовой я бы все-таки ее отнесла. Ну, у меня летом, видели, да, несколько кашпо было. Она прям красивая. Даже нашу жару перенесла. Ну, вот я два кашпо на маточник оставила. Но маточники, скорее всего, вот эти содержать зимой не буду. Я перечеренкую ее и буду выращивать новые кустики. А это все удалю, чтобы занимало как можно много места. Вот, подготовила гелихризум сильвер на черенкование. Вот, там еще в теплице у меня варигатный гелихризум. В общем, вот такая работа. Здесь, видите, вот череночки были под крышкой. Это я уже с корнями пересаживала. Буквально вот два денечка подержала под крышечкой. Сейчас вижу, что чувствует себя хорошо. В принципе, уже можно выставить на стеллаж. Так, с этой стороны, вот так у меня зимует дихондра. В общем, ждет своей очереди на черенкование. Прекрасно она, конечно, наросла. Вот, кто смотрел мои обзоры, вот такая красотка. Я, в принципе, создаю ей точно такой же уход, как и в саду. То есть, поливаю с универсальным удобрением. Ну, я удобряю растение профессиональным удобрением мастер. Вот, так. Ну, если на этом стеллаже. Вот, два хлорофитума у меня растут. Вот такие. Варигатные. Название не знаю. Так, и с этой стороны наверху у меня большие маточные кусты плектрантуса варигатного. Тоже в этом году решила я немножко изменить свой подход к выращиванию маточных кустов. В общем, я вовремя занесла. Кстати, видите, он даже цветет. Я не стала черенковать новые маточные кусты. Я пытаюсь сохранить те, которые росли у меня летом. И вот дочь мне привезла еще один. Вот она. И с него, когда я приму заказы, я начну уже черенковать. Вот такие мои планы. На этой полочке колюсы уже тоже я хочу. Это вот мои новинки, которые я в августе покупала. Мне необходимо эти сорта отфотографировать и добавить некоторые в каталог для весенних отправок. Над каталогом я работаю. Как я говорила ранее в роликах, в конце ноября, возможно, в первых числах декабря, я начну принимать заказы на весну 2025. Здесь тоже колеусы, но это маточные кустики, которые прям постарше были. Я вот что-то обрезала, поставила черенки на укоренение, а остальная часть отрастает. Внизу тоже размножается будра варигатная. Это я уже размножила, это маточные кустики. У меня новые растут, но там сохранились старые. Не совсем удобно показывать, полка внизу. Я в этот раз, знаете, немножко сделала иначе. Я ее не черенковала. Я вот на такой поддон поставила взрослый маточный куст. Плети разложила на три кашпо. И когда я увидела, что плети уже укоренились, я их отрезала от большого маточного куста. Таким образом, вот у меня два больших маточных кустика, вот они, они в пяти литрах сидят. Я вырастила шесть вот таких двухлитровых новых кашпо. Честно говоря, летом так была занята, даже вот не было времени поделиться вот таким способом. Но он мне понравился гораздо больше. Так что вот теперь у меня вот новые кустики. Ну, в принципе, там все хорошо. Ну, будра варигатная, мы все знаем, какая она красотка. Вот, поэтому ее, конечно, нужно размножить побольше. Вот здесь у меня размножается будра мраморная. Вот. Начеренковала, обрезала куст. Вот он стоит. И потихоньку начинает отрастать. А здесь вот вербейник занесла. Манечетый тоже. Это молоденький кустик. Ну, а взрослые растения, когда пойдем в теплицу, ну, в принципе, их... Ну, я вам покажу. Сейчас окошко чуть-чуть запотевшее. Вот висят пока на улице. И ждут своей очереди на черенкование. Так, что дальше? На полочках ниже находятся все мои контейнеры с колеусами. Все, все, что есть, все занято. Ну, под колеусами, да, и там чуть-чуть под алисумы взяла. Но здесь вот уже приучается к другим условиям содержания. Я также снимаю ролик, что делать дальше после того, как черенки укоренились. Видите, сразу не открываю полностью, да. Ну, в процессе ролика вы потом поймете, зачем я так делаю. А здесь кое-что вот сегодня нужно пересмотреть. И также приоткрыть крышечки. Есть контейнеры, которые стоят на полу. Ну, что делать? Такое тоже бывает. Так, на этой полочке укореняются алисумы тоже. Подробно я снимала ролик. Показывала, какие черенки срезать с больших кустов. Не могу открыть, неудобно. Вот. И там дальше. Вот они, они стоят. Ну, в общем, как будет корнеобразование, конечно, сниму ролик и покажу. Но сейчас ничего не делаю. Здесь даже вот алисумы уже подросли. А ну-ка, может быть, там есть корешки. Но сомневаюсь, что так. Ой, а вы знаете, посмотрите, первый корешок, если вам видно, есть. Я даже и не ожидала. Это алисум сноу принцесс. А я обратила внимание еще вчера, что подросли. Да, отлично. Прям это очень даже и радует, что уже есть корни. Вот так вот, видите, случайно. И очень приятно, что увидела. Ну, в общем, потом сниму ролик и покажу, что делаю дальше. Ну, и там внизу тоже колиусы. Поворачиваемся в другую сторону. И наверху этих стеллажей у меня тоже растут новинки. Это я уже перечеренковала для размножения. Те сорта, которые я покупала, ну, тоже в августе. Вот. Я наблюдаю, как растут, как укореняются. Ну, пока все хорошо. Ну, отдельно сниму видео о колиусах, когда уже все будет стоять на своих местах. И будет такой подробный обзор в процессе зимнего выращивания. Здесь вот у меня в основном маркиз укореняется. Я много его начеренковала, потому что он реально красивый. Ну, и кое-что из новинок. Здесь, в принципе, все потихоньку размножается из моих сортов. Что-то еще стоит в водичке, потому что просто нет контейнеров. Жду, пока там укоренится. Двухцветную вот пеларгонию. Ну, я укореняю вот таким способом в агроперлите. Уже хорошие корни. Можно, в принципе, пересаживать и формировать новый маточный кустик. Я обрезала растения, и вот у меня сколько таких. Ну, в принципе, таким образом я укореняю все пеларгонии. Хороший способ, мне он нравится. Вот они, корешки. Вот и тоже нужно все пересадить. Более подробно о таком способе есть у меня ролик. Можно поискать его на канале. Если смотрите на ютюбе, то есть плейлист пеларгонии, и там найдете такой ролик. А также я поставила гелихризм в оригатны, тоже в агроперлите, посмотреть, как быстро он укореняется. Ну, честно говоря, в грунте он дает корни быстрее, но зато тут есть уже корешки, можно пересаживать. При таком способе не нужно создавать тепличных условий. Тут уже каждый выбирает, как удобно. Здесь размножаются мои новинки ипомеи батат, которые я тоже приобретала в августе. Вот, все стараюсь оставить на полочке по сортам, по видам растений, чтобы было удобно ухаживать. Так, здесь все так же колеусы, колеусы. Вот, я укореняю и вот такие толстые стволики, потому что, посмотрите, сколько здесь боковых черенков. Даже есть стволики потолще. Не боюсь, корни дает, и я потом высаживаю, и сразу уже получается вот такой быстрый куст. Такие, конечно, срезы можно и в грунте укоренить, но я как-то в ролике рассказывала. В воде мало такой затратный по времени способ. Ну, вот, на данный момент, когда времени вообще ограничено. Здесь тоже маточные кустики, вот, моих новинок после обрезки отрастают. Ну, а здесь начинается ипомея батат. В общем, все, что я выращивала в саду, это все сорта, которые у меня росли. Показали, какие они красотки. Вот, это ранее я высадила, тоже показывала ролик, как я формировала маточные кустики. Вот, а здесь высадила вот недавно, ну, где-то дня, наверное, два назад. И вот, кто-то мне задавал вопрос в комментариях, неужели спинечков что-то вырастет. Посмотрите, спинечков растут не только листочки, а прям побеги. Конечно, вырастет. Вот, пожалуйста, все, что выросло с вот таких голых. Вот, вот такие были веточки без единого побега. Вот, видите, они укоренились, я пересадила. Они даже еще в процессе укоренения, пока находились в воде, уже начали расти у них побеги. Ну, о том, чем я обрабатываю, я как бы уже в ролике озвучила. Не буду сейчас останавливаться на этой теме, да. А потом попозже будет еще видео, и также буду все рассказывать. Здесь укореняются черенки двухцветной помеи. Вот уже нет контейнеров, и я, видите, уже в стаканчиках. Вот так накрываю, ну, это буквально там на... Потом поправлю на пару денечков, вот, и корешки будут, и все нормально. Здесь обрезан маточник плектрантуса краснеющего. Я один оставила в том виде, какой-то он вырос, а один подрезала. Хочу посмотреть, как нарастет. Так, здесь у меня пока готовы стаканчики к черенкованию. Нарезала еще черенки, которые были на передержке в теплице. Ну, кто смотрел видео отродисканциях, я там показывала. Вот, тоже ждут очереди на черенкование. Здесь кое-что оставила в больших объемах. Тоже, да, вам тогда в ролике говорила. Временно вот в таких объемах. Потом срежу черенки, укореню. А большие маточные кусты буду выбрасывать, выращивать новые. Ну, а на вот этих трех полочках, вернее двух пока, стоят мои новинки, которые я покупала в сентябре. Здесь потрясающие красоты сорта. Они такие классные. Я вам показывала, как получала посылку, но обзор сортов не делала. Мне необходимо сейчас все подписать. И тогда я покажу, что у меня будет еще в будущем в моем ассортименте. Ну, сейчас я смотрю, и меня прям радует глаз, какая здесь разнообразная красота. Ну, а на этой полочке стоят тоже в водичке. Бедненькие ждут, пока я найду время. Это вот мои новинки. Уже такие большие маточные кусты. Я вам их покажу, где они находятся сейчас в рассадной комнате. Ну, в общем, чтобы там их как-то разместить, для дальнейшего черенкования пришлось пообрезать макушки. В общем, все стоит в воде. Ну, вот смотрю, уже даже есть корни. И, в принципе, что-то можно пересадить. Вот. Это такие, знаете, экстренные меры. Но они иногда очень полезны сэкономить время. Вот так. В принципе, здесь я вам все показала. На этом стеллаже пока у меня стоят все мои препараты для обработки, для выращивания. Но я уже заказала себе такую этажерку, чтобы удобно было мне пользоваться. Вот как получу. Потом в следующих обзорах вам покажу. Вот, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал. Там есть ролики, совсем другой контент. То есть, вот, как говорится, здесь и сейчас. Я вчера черенковала, я тут же девочкам показала. Вот. Поэтому не все видео, да, входят, вот, ну, чтобы их выпустить на вот этих каналах, где вы смотрите. На YouTube, на Дзен и на Руту. В общем, короткие ролики можно смотреть в телеграм-канале. Ну, много такой интересной информации. Но сейчас давайте пойдем с вами в другую мою мастерскую. Летом я как-то в обзорах дворика говорила, что идет ремонт еще в одном помещении. Ну, кто помнит, у меня раньше здесь тоже росли цветы. Ну, а сейчас уже здесь помещение точно такое же, как где мы сейчас с вами были. Я сделала все, ну, мастер сделал, да, все в тех тонах, как там, и потолок, и стены, и даже купили точно такой линолеум. Ну, более подробный обзор я сниму немножко попозже. Ну, здесь сейчас тоже уже есть на что посмотреть. Вот ждет очереди на черенкование. Плющелистная пеларгония серии Рич Аут. Дихондра еще одна, которая не поместилась там. Кстати, вот такой еще Плектрантус. По-моему, Приморский он называется. Тоже я его приобретала. Растет вот без формировки. Он у меня рос в зоне навеса. Рядом с подставкой с традисканцами. Тоже мне очень нравится. В общем, скоро буду черенковать. И тут некоторые виды традисканцы. Раньше стояло побольше. Я потихоньку беру и черенкую. На полу стоит вербена. Тоже хочу срезать черенки и укоренить. Нравится мне эта вербенка. Ну, в общем, а так в основном здесь вот стоят три стеллажа парника, где укореняются мои колиусы. Вот так они выглядят. Стоят у меня все стаканчики на поддонах. На поддонах в этот раз. Ну, таким образом я могу, видите, расставить больше черенков. Ну, в принципе, здесь все уже с корешками. С вот такими. И можно даже уже сейчас оставить. Вот, видите, хорошие корни уже для проветривания. Да, до этого они у меня были закрыты. Вот, на молнии. Ну, не помню, по-моему, вот эта полочка у меня. Я последними ставила на укоренение. Но, может быть, что-то я переставлю. Ну, хотя нет, здесь тоже есть отличные корешки. Ну, по растениям видно, что они чувствуют себя просто прекрасно. И уже некоторые, вот которые я ставила на укоренение самыми первыми, подросли. На этом стеллаже тоже, в принципе, уже можно видеть везде хорошие корни. И скоро буду все переносить в рассадную комнату. Ну, нижнюю полочку я ставила недавно на укоренение. Но это видно, да, какие они малыши. А здесь прям уже вот хорошие растения. Этот стеллаж сейчас закрою. Его я заполнила только пару дней назад. Вот. Хотя вот радуга Вьетнама, я смотрю, что уже даже и с корешками. Очень удивительно. Ну, это радует. Вот. Так что здесь можно все закрыть. В планах у меня здесь немножко делать другую расстановку. Сейчас пока все так стоит. Но здесь, помните, я вам показывала, ипомии, иботат находились. Ну, в общем, помещение небольшое, но оно сейчас меня очень хорошо выручает. А в рассадной комнате пока у меня обстоят вот так дела. Я в течение лета здесь делала ремонт. Ну, как бы, знаете, запланирован был косметический, а потом решила полностью все обновить. Поэтому здесь вот вы увидите уже совсем другие обои. Я даже еще не успела повесить занавеску. Ну, так как вы носили стеллажи, здесь нет подонов. Но самое важное, что здесь уже есть кому расти. Вот как раз вот эти мои огромные маточные кусты временно будут находиться на верхних пятых полках. Вот так это выглядит, если смотреть сверху со стремянки. Здесь я жду, пока отрастут черенки, которые есть возможность срезать и укоренить. И дальше, конечно, эти маточные кусты я уже сохранять не буду. Ну, поскольку есть место, я пока буду вот этим заниматься. Мне муж сделал освещение другое, теперь мне удобно будет. То была люстра, она все время мешала мне смотреть на растения, которые на полках. Ну, я также, когда здесь все уже устрою, еще раз сниму отдельный ролик о моей рассадной комнате. Так как знаю, что много новичков на канале и всех интересует этот вопрос. Ну, пока здесь потихоньку уже начинают тоже стеллажи заполняться. Мне необходимо будет расставить поддоны. С ними тоже там нужно произвести такие ремонтные работы. Вот. И выставить стеллажи по уровню. Ну, в целом, видите, я опять вернула ту же расстановку, которая была у меня в позапрошлом сезоне. В прошлом стеллажи стояли вот так три подряд. Не очень было мне удобно ухаживать, так как совсем узкий проход. Комната на самом деле небольшая. Ну, как бы там ни было, четыре стеллажа есть и тоже очень хорошо выручает. Вот так выглядит вербельник манечетый. Я опробно повесила его в мастерской. Заметила, что стал подсыхать. Ну, и опять повесила на улицу. Думаю, пусть ждет уже. Все равно я буду все черенковать. Вот растет. В теплице открыта дверь. У нас, ну, можно сказать, знаете, как лето наступило. Вчера было 25 на солнце. 16 в тени. Несмотря на то, что еще где-то дней 8 назад я судорожно бегом-бегом просто убирала все растения со двора. Потому что обещали прям ноль и даже минус. Ну, а сейчас, конечно, безусловно, такая погодка радует. Ночью у меня здесь обогрев идет за счет тепловентилятора. Вот стоит датчик. Когда температура опускается до 10 градусов, тепловентилятор включается. Ну, и сейчас, да, кто смотрел видео о традисканциях, я показывала. Здесь даже не было места пройти. Вчера я перечеренковала все колеусы. Вот как раз они стоят в виде среза. И уже более свободно можно пройти и все показать. Коллизии, традисканции. Все вчера поливала. Ну, в теплице было больше 30. Здесь я, вот он, маточный куст. Это краснеющий вот такой плектрантус на рост. Буду черенковать. Никогда не тороплюсь выбрасывать маточные кусты, пока у меня не укоренятся и не сформируются новые. Здесь тоже все традисканции, традисканции. Вот дочь мне привезла бодру зеленую. Тоже я плетьи обрезала. Вот, на всякий случай, чтобы маточников было побольше. Подставка с традисканциями ждет в своей очереди. Ну, в общем, в принципе, все, что я рассказывала до этого в ролике о традисканциях, нового, я сегодня ничего не скажу. Вот так все висит. Единственное, что яснотка пока стоит, вот ее есть возможность показать маточный куст. Два куста бегонии, драгон, винк, ред и вайт. Буду сохранять в виде черенка. Биденс хочу почеренковать. У меня три сорта. Никогда раньше не укореняла. Интересно, как тут что получится. Вот, лофос у меня есть. Здесь вообще три сорта. Ну, вот свел только вот такой один. Ну, а так, а вот еще у меня здесь брахикома. Тоже хочу срезать черенки поставить. Ну, вот так прекрасно с этой стороны разросся гелихризом в оригадный. Все буду черенковать. Начала омолаживать традисканцию, которая сказала в начале ролика. Blush and Bright. Ну, процесс такой рабочий идет. Пеларгонии ждут в своей очереди на омоложение кустов и на черенкование. Ну, в общем, все пока вот так. Так, сейчас покажу, что уже стоит в рассадной комнате. Ну, вот так, дорогие друзья. На сегодня вот такой обзор. Показала, как сейчас обстоят дела на всех моих стеллажах, где они у меня стоят. На этом я хочу с вами попрощаться. Если интересно, оставайтесь на канале, подписывайтесь. Ссылочку на мой телеграм-канал оставлю в описании под этим роликом. Буду рада с вами общаться и там. Я на этом прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока. До новых видео.